Услуга прием документов для прохождения аттестации на присвоение квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам Организации образования Республиканских подведомственных Организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения начального, основного, среднего, общего, среднего, технического и профессионального, а также после среднего образования. Данная услуга является композитной и состоит из двух подуслуг. Для того, чтобы оказать данную услугу, необходимо в системе автоматизации госуслуг отфильтровать заявки по типу услуги. Данную услугу мы можем сразу найти, так как она в очень большом объеме написана. Также заявку можно отфильтровать по статусу «Получено». Итак, выберем для примера заявку «23.30». Нажимаем на данную заявку. Краткая информация по данной заявке выведена в левое окошко. Номер заявки, статус заявки, результат обработки, дата заявки и заявителя, номер заявки, номер услугодателя, бин услугодателя и само название услугодателя. Исполнитель ознакомляется с заявкой, которую подал услугополучатель и нажимает кнопку «Принять на обработку». Подтверждаем. Заявка успешно принята. Далее исполнитель просматривает данную заявку и нажимает кнопку «Сохранить». И выдает решение либо отрицательно, либо положительно. Нажимаем кнопку «Обработать положительно». Отобразится выходной документ о положительном результате, который отправится в личный кабинет услугополучателей на портале egov.kz. Данный выходной документ можно скачать либо распечатать. Нажимаем кнопку «Отправить». Заявка успешно отправлена на подписание к руководителю. Руководитель просматривает данную заявку. Нажимает кнопку «Подписать», если он согласен с решением исполнителя. Если не согласен, нажимает кнопку «Отправить на доработку». Подписываем заявку. С помощью электронно-цифровой подписи. Заявка успешно подписана и выходной документ был отправлен в личный кабинет услугополучателя. Данную заявку мы можем найти в журнале заявлений. Как мы видим, данная заявка закрасилась в зеленый цвет. Это говорит о том, что по данной заявке был дан положительный ответ. Теперь давайте рассмотрим заявку, обработаем заявку с отрицательным ответом. Статус «Получено». То же самое нажимаем «Принять на обработку». Подтверждаем принятие. Просматриваем заявку. Сохраняем. И нажимаем кнопку «Обработать отрицательно». Выбираем причину отказа. Например, установление недостоверности документов. Перечень отсутствующих документов заполняем. На русском, на казахском языке. И уточняем причину отказа. Отправить. Как и в положительном ответе, вам отобразится выходной документ, но уже с отрицательным уведомлением. Нажимаем кнопку «Сохранить». Заявка отправлена на подписание к руководителю. Руководитель подписывает данную заявку, либо отправляет на доработку. Статус заявки поменялся на «Завершен успешно». Результат обработки отрицательный. Данную заявку также мы можем просмотреть в журнале заявлений. Как мы можем видеть, заявка закрасилась в красный цвет. На этом видеообучение по услуге прием документов для прохождения аттестации на присвоение квалификационных категорий педагогическим работникам завершено. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...